Эффективность работы вертикали власти необходимо повышать неимоверно, чтобы выстоять в бешеной борьбе. Этот главный акцент от президента прозвучал сегодня для топовых управленцев. И не только для них. Громкие кадровые решения главы государства стали новостью дня. Назначение в руководстве администрации президента, по сути, поставили точку в формировании политического штаба лидера. В стране новый агротандем, профильный вице-премьер и министр сельского хозяйства. Ротация затронула Минпром и диппредставительства Беларуси в России. Новый глава и у белорусской дипломатии. В кадровых решениях президента четко прослеживается глобальный тренд. Идет смена поколений и на ключевых постах все чаще появляются молодые, перспективные и, главное, профессиональные люди. Чем руководствовался Александр Лукашенко, принимая решения и какие задачи ставит перед топ-управленцами? Наталья Бреус с деталями кадрового дня. Этим утром разрешилась главная кадровая интрига последних месяцев. Все это время вакантным оставалось место главы политического штаба президента. Строить кадровые прогнозы по этому поводу, в принципе, дело неблагодарное, да и сегодня состав участников вначале тоже не помогал. Ведь на встречу, учитывая важность момента, пригласили и тех, чья должность стала известна в этот день, и тех, кто уже работает в администрации и правительстве и своих позиций не меняет. Все точки над «и» расставил сам президент, ломая достаточно привычный формат кадрового дня. Ведь в особенном представлении собравшиеся точно не нуждаются. Вновь принято решение о назначении главы администрации президента. С завтрашнего дня эти обязательства и функции будет выполнять Дмитрий Николаевич Крутов. Вы назначаетесь главой администрации президента. Вы же ответственны за реализацию наших всех договоренностей по Российской Федерации. Вы, как никто другой, знаете эти проблемы. Аккумулируете их у себя, как это делает Снабкоп и Китай. Два наших основных партнера – Россия и Китайская Народная Республика. Здесь должен быть ответственный и целенаправленный подход по выполнению наших обязательств и развитию наших отношений. Это пока за вами остается. Когда вы почувствуете, что этот контроль не должен быть, вы мне скажете по всем направлениям. Вплоть до посещения вами, как это было в должность посла, российских регионов. Запретных тем нет. Но это не значит, что вы будете подменять нового посла. Вы человек корректный, я это знаю. Вопросы не свои вы не полезете, но будьте аккуратны и корректны в отношениях с новым послом. Он должен заниматься вопросами. Вы подсказываете, а где-то и подталкиваете, контролируя те или иные процессы. И, естественно, за вами пока, пока вы мне не скажете, остается соответствующая комиссия. Это остается за вами. Но первостепенное внимание – администрация президента. Почему вы? Понятно, вы не совсем давно работали в администрации президента. Вы работали в правительстве. Вы очень хорошо владеете вопросами администрации президента и взаимодействия с правительством. Особенно в плане контроля за исполнением поручений президента и то, о чем мы договорились. Но это мы отдельно придете с премьер-министром, обсудим. В чем фишка Крутого? Ну, помимо его активной и заметной работы послом в России последние два года. По словам президента, было понятно. Подкупило и то, что Крутой успел поработать в правительстве, знает кухню и в самой администрации. Энергия и эффективность не осталось незамеченной. Что стоит взять на карандаш новому руководителю нашей депмиссии в Москве? Тянуть с его назначением Александр Лукашенко не стал. На должность посла в Российской Федерации назначается Рогожник, нынешний министр промышленности. Наша перспектива работы с Российской Федерацией – это те проекты, которые мы обозначили, и они в сфере промышленности. У нас там вопросов много еще. Пусть занимается ваш контроль. Где надо, подключайте правительство, где надо – шевелите посла. И Рогожник предупрежден об активности на российском пространстве. Потому что главная характеристика, которой я обладаю нынешнего посла Дмитрия Николаевича Крутого, он себе покоя не дает. Он мечется по всей России, как трудоголик. И второе – своим подчиненным тоже им неспокойно, если ты вовремя не выполнил то или иное обязательство. Тогда работы и в субботу, и в воскресенье – это то, что нужно сегодня для администрации президента. И прежде всего в плане контроля, моего контроля над правительством и другими структурами. Работать должны сегодня в три раза больше, чем это было вчера. Направление Рогожника на дипломатическую работу помогло сделать шаг вверх по карьерной лестнице Александру Ефимову с позиции зама в Минпроме. Теперь он руководит ведомством. Президент поручил запланировать доклад профильного министра после его возвращения из Китая. Интересы промышленности, сидя лишь только в минских кабинетах, не сильно продвинешь. Когда-то до назначения его в Министерство промышленности, там у меня была когда-то инициатива, мы встречались, смотрели на некоторые вещи, которые производит Амкадор и производил. Я ему тогда сказал, ну что ж, надо это тиражировать на всю страну. А что тиражировать? Мы машиностроительная страна, так? Так. Двигатели делаем ко всем машинам своим? Нет. Коробки передач вообще не делаем. Кроме трактора там и так далее. Вот наша перспектива. Одно из направлений. Дальше. Автомобили народу понравилось. Белджет. Хороший автомобиль. Я уже говорил, что мечта президента была сделать это. Мы сделали. Дальше надо углубляться и развиваться. Надо производить кузова, как минимум, чтобы не возить их откуда-то. Пока в основном это сборочное производство. Нам надо выходить на производство своих автомобилей через массированную, углубленную локализацию. Новости случились и для МИДа. К ним, можно сказать, возвращается Максим Рыженков. Ведь начинал он свой профессиональный путь именно во внешнеполитическом ведомстве. Это уже потом. С ним случилась и работа помощником, и вице-президентство в НОКе, и почти восьмилетний период работы в верхушке президентской администрации. Максим Рыженков направляется министром иностранных дел. Знаю, что все это время не могли оторваться и хорошо от своей альмаматор и прежней работы. Но меня не это прельщает в вас. Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно проводить чувства. Говорю открытым языком. Встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать. Роман Александрович, что-то не удалось сделать. Поэтому давайте вдвоем. Так, чтобы МИД занимался своими вопросами и реализовывал то, что он должен реализовать для страны. Все вопросы и Снапкова по Китаю, и Крутого по России, и на дальней дуге ответственный у нас будет министр. Индия тоже у тебя будет. И премьер-министр. Это дальняя дуга. Все должно сходиться в Министерстве иностранных дел. Никто не должен за Министерство иностранных дел делать работу. И никто не должен подминать, наклонять министра и министерство. Но это я знаю, что Рыженкова, где попробуешь наклонить, там оно и отклониться. Это тоже очень важно. Остальное обсудим. Нужно активизироваться и заставить министерство работать. Шанс дайте всем. Знаю, что там непростая обстановка. Всем дайте. Но тот, кто не хочет работать, и тот, кто меня сегодня не услышит, они работать не должны. Сергей Олейник, который возглавлял МИД прежде, назначен президентом, членом Совета Республики. Теперь уже с высоты новой должности будет смотреть на работу белорусской дипломатии. Парламентский контроль над работой Министерства иностранных дел по отдельным вопросам правительства, там есть и другие комиссии, будет усилено. Все вы просили передачи больших полномочий, вы их получите, в том числе и парламент. Единственное, хочу предупредить, Рыженкова особо туда-сюда качать бесполезно. И не только потому, что человек непосредственно уже фактически подчинен президенту, но еще и потому, что у него в характере этого нет, чтобы им понукали. Но контроль должен быть аккуратный, честный, порядочный. Давайте посоветуемся перед назначением послов на комиссии, обсудят и прочее, прочее, прочее. Точно так мы будем поступать еще и по министрам, и другим должностным лицам. Возвращается в госаппарат Наталья Питкевич. Александр Лукашенко назначил ее первым заместителем главы администрации президента. Аплодисментов не будет. Зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход, ваши знания, вы знаете все. Демократии хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой и начинать работу. В стране сформирован новый аграрный тандем. Если прежде у всех на слуху была двойка «Зайц-Русы», то теперь это будет Шулейко Леневич. Отныне курировать на позиции вице-премьера в правительстве Агропром будет теперь уже экс-глава Брестского региона. Хотя Александр Лукашенко делает важную ремарку. Нужно использовать по максимуму опыт Леонида Зайца и Михаила Русова. В общем, от сельского хозяйства им далеко не отойти. Посмотрите, какие функции вы возьмете, кроме села, на себя. Почему? Мне нужен толковый, грамотный переработчик. Мы все сельское хозяйство, сельское, как будто это растеневодство и животноводство. Да нет, это еще переработка и продажа продукции. Это железная работа Юрия Витальевича Машова. Контроль за исполнением тех программ, которые определены президентом. Вместе мы вырабатывали, вы их хорошо знаете. Очень пролечает то, что он поработал губернатором и, скажу откровенно, не худший губернатор на сегодняшний день. У него получилось. Это очень важно. Значит, и там знает, что происходит. В переработке он работал. Ну, мы с ним об этом говорили до этого. Я благодарен, что ты согласился на эту должность. Я понимаю, что губернатор, он есть губернатор. Там подальше от Головченко, от Рыженкова, Крутого. Там тише. Тут надо выстраивать хорошую систему работы в сельском хозяйстве. Прежде всего, в сельском хозяйстве. И ты, как знающий человек, согласился пойти на эту работу. Спасибо. Захочешь на какую-то другую работу, я тебе обещал. Придешь, скажешь, рассмотрим. Но я думаю, что у тебя получится. Мы готовы поддерживать и помогать тебе в этом плане. Пока в Брестскую область не будет назначен новый руководитель, Юрий Шулейко будет держать регион в поле зрения. Ну а из Витебска в Минск переезжает новый глава Минсельхозпрода Анатолий Линевич. За вами остается Витебская область. Должок есть небольшой, может быть. Еще я не знаю. Поедем туда вместе с вами и будем разбираться с Субботиным. Есть долги или нет. Что сделали, что не сделали. Но разговор о том, что интеграционные структуры что-то там погубили, загубили, бесполезный, беспредметный разговор. Они выстроены таким образом, что они ничего загубить не могут. Так и выстраивались. И не получится, но мы их распустим. И каждый останется при своих интересах. Надо вернем туда Шельснева, чтобы отвечал за это. Не губернатором вернем, а на совещание. Я всех найду, кто ратовал за эти интеграционные структуры. Но дело не в этом. Дело в том, что вы должны провести, ну уже и как министр, уборку урожая организовать в Витебской области, чтобы там проблем не было. Помочь губернатору, если нужно это помочь, и подключить правительство. То есть пока Витебская область до назначения там на вашу должность человека, и после остается за вами. Так что, уходя, можно так сказать, вы остаетесь. Очень хочу, чтобы у вас получилось. Очень хочу. Буду помогать вам всячески. Задачи, стоящие перед страной, вы знаете. В области сельского хозяйства. Заяц Юрий Витальевич, подключайте его. Он не только мелиорацию должен контролировать, но и помогать по другим вопросам. Пока это необходимо. Мы с Сеидом Константиновичем Зайцем об этом договорились. То есть мы и Русова не потеряем, и Зайца. Мы с них должны выдавить все. Я им прямо сказал, мы с вас выжмем все соки для страны. Имейте в виду, что вы не убираете и не сеете. Это Юрий Витальевич хорошо знает и вы тоже. Ваша задача, если его там продать, проконтролировать основные программы вместе с вами по селу, то ваша задача прежде всего новые технологии. Новые, новые, новые в страну. А губернаторы пусть сеют, убирают. В этой части вы вместе с вице-премьером будете осуществлять контроль. Вовремя посеяли, технологически правильно вовремя убрали. Не надо туда ездить сей. Там есть губернаторы и есть председатель райисполкома. Поэтому новые технологии и контроль за соблюдением этих технологий. Узкие места вы знаете. Почему из массы предложений по министру я выбрал вас? Потому что главная капля, основная была в том, что вы работали руководителем сельского хозяйства. И были неплохим руководителем и в приличных хозяйствах. Журавлиные, по-моему, у вас. Это огромное хозяйство. Оно тогда реформировалось как раз. Поэтому это большое ваше преимущество. Президент поручил внести предложение по трудоустройству экс-министра сельского хозяйства Сергея Барташа. Он будет переведен на новую работу. Еще одно решение по столице. Из комитета госконтроля в помощники президента по Минску переходит Юрий Фролов. Опытный человек. Выбрал я вас и среди других, потому что вы осуществляли контроль за деятельностью кадров, в том числе, и предприятий в Минске. Вас положительно характеризует вся ваша система. Молодой, перспективный человек. Вот контроль в Минске – это очень важно. По сегодняшним назначениям несложно читается кадровая политика президента. Во-первых, вдумчивое отношение к кадрам тем, кто проявил себя, всегда найдется работа. Во-вторых, курс на укрепление команды, ставка на профессионализм и энергию перспективных управленцев. Смелость в решениях, как показывает жизнь, берет не только города, но и новые профессиональные высоты. Идет смена поколений. Должны прийти новые, знающие, профессиональные люди, которые должны реализовать в течение нескольких лет то, о чем мы договорились на Всебелорусском народном собрании. Страна должна получить хорошее правительство. Проводные ремни от президента до правительства через администрацию донизу. Должен быть результат эффективности. Предупреждаю категорически всех. Уже премьер-министру достается от этого каждый день. Никакой волокиты и бюрократии. Никакой. Если нужно вопрос решить, и вы видите, его можно решить день-два, решайте. Упаси вас Господь. С понедельника меня будут, как и прежде, информировать по этой волоките и бюрократизму. Особенно предупреждаю администрацию президента. Министры должны бегать, шевелиться. Если где-то аппарат правительства не сработал, подсказывайте и жесточайшим образом требуйте. Один раз, два раза потребовали, третий раз он должен уйти на другую работу. Эффективность надо повышать неимоверно. Если мы хотим, выстроить в этой бешеной борьбе. Что происходит вокруг, каждый из вас знает. Поэтому, исходя в том числе из этого, принято соответствующее решение, которое я озвучил. Посты ключевые и важные. Но, честно говоря, завидовать назначенным сегодня не приходится. Да, они и сами, как никто понимает, в придачу к высокой должности автоматом идет и высокая ответственность за результат. Спрос президента жесткий и почивать на лаврах, даже если очень захочется, не получится. Наталья Бреус, Ольга Онищенко, Александр Олешко и Илья Пучко. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова